Здравствуйте, дорогие мои любители зимних развлечений на склонах холмов, а лучше гор. Это 66-й дайджест новостей о горных лыжах и сноубордах, курортах и снаряжениях, склонах и подъемниках. А я его ведущий, Георгий Дубенецкий. Август. Лето стремительно катится к своему завершению. Новостей множество, но поскольку они в основном о том, что будет когда-то потом, сегодня мы решили предоставить слово нашим репортерам, чтобы они рассказали, как курорты готовятся к сезону, который неотвратимо приближается. А потом, конечно же, поделюсь соображениями в отношении трендов и брендов. Ведь уже буквально через пару месяцев откроется сезон. В Приисковом, а может и в Кировске. И спасибо вам, самые-самые стойкие наши зрители. Больные на всю голову с независимостью. Коллеги в полном смысле этого слова. С которыми мы на одной волне, независимо от того, кто на чем катается. Ну и хорошо. Поехали! Начну с того, что прямо сейчас и до конца августа можно по самой низкой цене, то есть с самой большой скидкой, купить сезонные эскипации на Эльбрус и все три курорта региона Красной Поляны. На Археис тоже можно, но там цена не указана. А заполнять всю форму с ФИО, емейлом и телефоном только для того, чтобы начать получать оттуда рекламу, я поленился. А вот на Роза Хотор уже можно купить не только сезонник, но и скипас на конкретное число дней на выбранные даты. Например, три дня катания на склонах этого курорта в самый разгар новогодних каникул обойдутся в 16 150 рублей или 5 383 и 3 в периоде рубля в день. Это со скидкой. Еще одна новость из региона Красной Поляны и тоже по части денег. Уже сейчас на курортах Роза Хотор и Красная Поляна помимо билета на подъемник для прогулки к некоторым достопримечательностям, водопадам и даже парке Альпак или хаске к хутору нужно заплатить по 200 рублей в день за пропуск на территорию Сочинского нацпарка. В связи с этим меня очень заинтересовал такой вопрос. А зимой теперь помимо скипаса за 5 383 и 3 в периоде еще 600 нужно заранее перечислить или платить 200 рублей можно будет каждый день перед катанием. Ведь абсолютно все зоны катания региона Красная Поляна находятся на территории нацпарка. На картах она ярко-зеленая. Зоны катания подписаны. За безбилетное посещение нацпарка могут наложить штраф от 3000 рублей. А еще интересно, в очереди на подъемник будут ловить или при сходе с него. И еще скипаса. В следующем году планируют ввести единый скипас для горнолыжных курортов Красной Поляны и Архыза. А в перспективе и для других курортов Северного Кавказа. Не совсем понимаю, кому и зачем оно надо, но круто же. Напомню, что в ближайший месяц на Розах Утор пройдут дежегодный летний детский кубок Хуторенок, фестиваль трейл-райнинга Роза Вайлд Трейл, это с 5 по 8 сентября, и летний фестиваль спорта и музыки Нью Стар Уикенд с 19 по 22 сентября. Курорт Красная Поляна стал единственным курортом в России, где все отели прошли экологическую сертификацию по российским и международным стандартам. А на Эльбрусе уже прошел фестиваль Бега Альп Индустрия Эльбрус Рейс, состоялись забеги на различные дистанции фестиваля 10, 20, 30, 40, 60, 80 и самая главная дистанция 135 километров вокруг Эльбруса. Любопытно, что лучшее время на этой гипердистанции показали муж и жена Илья и Надежда Тищенко из Владивостока. Он преодолел это безумное расстояние за 20 часов 59 минут и 46 секунд, а она пробежала за 26, 36, 57. Поздравляем! А прямо сейчас на высоте более 3,5 тысяч метров на Эльбрусе продолжают строить новую зону катания. Канатная дорога ЕЛ-3, построенная еще в прошлом сезоне, ждет запуска, а подъемник ЕЛ-6 сейчас подключают к электросети. К концу августа планируется приступить к пусконаладочным работам. На всех станциях новых канаток, где технически возможно, будут строить панорамные рестораны. В этом году в эксплуатацию ведут более 6,5 километров трогопроводов и почти 50 новых пушек. Группа Азимут Хотелс приобрела пансионат Чигет. Азимут планирует провести полную реанновацию гостиницы, построенные аж в 1974 году. Количество номеров будет увеличено с 88 до 140, обновится зона ресторана и бара, появится бассейн, фитнес-центр и комплекс саун. После реновации обновленный отель начнет работу под суббрендом Азимут Парк. В категории 4 звезды и станет самым высоко расположенным брендовым отелем в России. После новостей с Кавказом мы обычно перемещаемся в Кировск. Не будем нарушать традицию. И о том, что происходит в Кировске сейчас и как Бигвуд готовится к зиме, расскажет наш новый корреспондент в тех краях, инструктор по сноуборду Владислав Пригодич. Влад, тебе слово. Здравствуйте, Георгий. Меня зовут Пригодич Владислав, я инструктор по сноуборду. Я нахожусь сейчас в Кировске на горнолыжном курорте Бигвуд. Во время зимнего сезона 23-24 общее количество катальных дней составило 210 дней. Это самый продолжительный катальный сезон в России. Также во время сезона 23-24 года было открыто два новых подъемника. Это новый быгельный подъемник на северном склоне и еще один новый гондольный подъемник на южном склоне. Таким образом, количество подъемников на северном и южном склонах увеличилось до 10. Также увеличилось и количество времени вечернего катания. 167 дней зимнего сезона проводилось вечернее катание. Это самый большой показатель за всю историю курорта. Сейчас в Хибинах также развивается летний туризм. Так, для любителей летнего отдыха в Кировске есть хорошая новость. В этом году во время летнего сезона увеличилось количество дней работы канатной дороги. Помимо уже привычных пятницы, субботы и воскресенья, канатная дорога теперь работает и по четвергам. Также развиваются и пешеходные маршруты. К примеру, сейчас на протяжении всей тропы Панорама установлены информационные таблички, прочитав которые можно узнать много нового о Флоре и Фауне Хибин. Тропа начинается буквально отсюда, от верхней точки канатной дороги К6. И она достаточно простая и подойдет для прогулок даже с детьми и пожилыми людьми. Также буквально за моей спиной у ресторана Плато открылась горная фотовыставка, посвященная зимнему горнолыжному сезону. Сейчас на курорте ведутся активные подготовительные работы к новому зимнему сезону. Служба подготовки трасс убирает большие камни и разравнивает маршруты. Параллельно с этим проводится очистка дренажей. Сотрудники курорта возвращают их в исходное состояние для того, чтобы во время следующего сезона тающий снег не размывал трассы и снег сохранялся в лучшем виде как можно дольше. Также на самих трассах высаживается трава. Это делается для того, чтобы трава своей корневой системы могла удержать снег во время теплой погоды весной. Также служба подготовки трасс устанавливает на склоне анкеры, которые будут необходимы для работы ратраков. Кстати, таких лебедочных ратраков на курорте 4. Это половина всего парка. Каждая из таких машин также сейчас нуждается в техническом обслуживании, чтобы в зимний период работа была спокойной и бесперебойной. Помимо этого, у службы искусственного снижения стоит немаловажная задача подготовить веренную им систему из снежных пушек к предстоящей зиме. Пушки проверяют на герметичность, где необходимо проводят обслуживание проводки, чистятся снегогенераторы. Служба канатных дорог также проверяет каждый опорный столб, ведет наладку систем и также проводит необходимое техобслуживание, чтобы во время зимнего сезона оборудование на всех 10 канатных дорогах работало бесперебойно и безопасно. Курорт Бигбуд открыл предыдущий зимний сезон 4 ноября. На данный момент сложно спрогнозировать дату открытия нового зимнего сезона, но команда Бигбуда сделает все возможное для того, чтобы открыть двери для гостей курорта уже в октябре-ноябре. Ждем нового сезона. Георгий, вам слово. Спасибо. Подмосковье. Инновационный центр «Сколково» с 1 августа по 8 сентября является частью форума фестиваля «Территория будущего Москва-2030». На площадке появилась 145-метровая горка, на которой можно покататься на лыжах, сноубордах, тюбингах, попрактиковаться в скалолазании. Специальное покрытие не деформируется летом и сохраняет безупречное скольжение по поверхности, поэтому искусственная горка напомнит настоящий зимний склон. По дороге на Урал сделаем остановку в Ульяновске. Год назад я уже рассказывал о том, что там продается имущество горнолыжного комплекса «Ленинские горки». Тогда покупателей не нашлось. Сейчас ГЛК продают по частям. Напомним, комплекс открыли в 2008 году, однако в 2010 здесь произошел оползень, после чего комиссия по чрезвычайным ситуациям запретила эксплуатацию объекта. ГЛК был объявлен банкротом. Сейчас на торги выставили несколько лотов общей стоимостью более 300 миллионов рублей. Это подвесная и буксировочные канатные дороги по отдельности, а также главный корпус комплекса. Основная сложность в том, что перед тем, как возобновлять работу горнолыжного комплекса, новому владельцу будет необходимо произвести крайне недешевые противоополозневые работы. Теперь Урал. В Челябинской области планируется построить новый комплекс, который будет состоять из трех кластеров – спортивного, горнолыжного и рекреационного. По уровню Уриньга-ресорт, так пока называется этот комплекс, будет вроде как не уступать популярному ГЛК «Солнечная долина», расположенному в окрестностях Миасса. Конечно, если планы будут реализованы. На еще одном уральском комплексе, горе Белый, спустя год после анонса о намерениях, решили отказаться от планов по развитию. Напомню, в рамках проекта комплексного развития горнолыжного семейного курорта «Гора Белая», анонсированного в 2023 году, планировалось создать сопутствующую транспортную, инженерную и информационную инфраструктуру. Горнолыжные трассы и канатные дороги, гостиничные комплексы разного формата, оборудованные места отдыха, система навигации. Согласно проекту, курорт должен был стать всесезонным. Увы, все это пока остается только на бумаге. А в Кургане приговорили к сносу горнолыжный комплекс Курганской сельскохозяйственной академии, который работал с 2016 года. Год назад ситуация вокруг него обострилась. Тогда земля академии была передана госуниверситету, а тот потребовал освободить участок. Владелец комплекса почти 8 лет пытался решить земельный вопрос, для чего обращался в разные инстанции и даже в администрацию президента. Теперь, согласно решению суда, он должен снести здание проката и кафе «Райдер-45», а также опору канатной дороги, а земельный участок передать университету. Однако вопрос пока открыт. Сейчас обращение предпринимателя находится в работе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курганской области. А в правительстве области заинтересованы в сохранении спортивного сооружения. Надеемся, что все разрешится благополучно для ГЛК. Но несмотря на всякие негативные новости, у меня создается впечатление, что у нас скоро будет масса курортов, и каждый из которых будет лучшим в стране. Я уже рассказывал о том, что ежегодно вручается некая премия «Горы России», на церемонии которой в каждом регионе оказывается лучший в стране курорт, отель, ресторан и так далее. Сейчас, кстати, принимаются заявки на борьбу за премию этого года. А из Челябинской области пришла информация о том, что Аджи Гордак планируется сделать одним из лучших курортов в стране. В подписанном соглашении формулировки, конечно, скромнее. Развитие сети горнолыжных трасс и инфраструктуры курорта Аджи Гордак в целях увеличения его туристической привлекательности. И, конечно же, я обеими руками за то, чтобы у нас было как можно больше реальных курортов, пусть даже и не самых лучших в стране. После Урала традиционно на Шерегеше. Там состоялось несколько крупных соревнований по маунтинбайку. Об одном из них в чемпионате России рассказывает основатель байк-парка и управляющий Николай Горячев. Николай, тебе слово. Всем привет! Вот и подошел к концу чемпионат России по маунтинбайку скоростной спуск с горы 2024, который состоялся в Шерегеше на секторе Е. В течение нескольких дней участникам предстояло прикатать свою трассу перед чемпионатом России. Трасса чемпионата России получилась достаточно интересная, как сами гонщики сказали. Участникам предстояло проехать по разнообразному рельефу, включая глину, чернозем, камни, корни, трамплины, как искусственные, так и рельефные. Чемпионат России по маунтинбайку стал достаточно интересным, благодаря тому, что погода внесла свои коррективы. Перед квалификацией и также перед финалом прошел проливной дождь, что добавило дополнительных трудностей для гонщиков, которые в основном привыкли кататься в ясную хорошую погоду. Спасибо за внимание. Всем удачи! Спасибо, Николай! А в секторе «Ф» идут работы по строительству нового шестиместного кресельного подъемника «Восход», который сможет перевозить до 2400 человек в час. Его планируется ввести в эксплуатацию уже наступающей зимой. Это первая канатная дорога возле строящегося апарт-комплекса. Остальные будут вводиться по мере завершения очередей застройки. А еще в этом сезоне снова заработает канатка «Гешфлай», которая простояла почти два сезона из-за отсутствия нужной документации. Это подбрасывающая гондольная канатная дорога от большой стоянки «Белка» до верхней точки выкота сектора «А» с промежуточной остановкой внизу выкота. На ней можно не только удобно добираться до сектора «А», но и удобно подниматься новичкам снизу до верха выкота. Из Манжирука тоже есть новости, с которыми нас познакомит наш постоянный корреспондент, менеджер этого курорта Кирилл Ермаков. Кирилл, тебе слово. Приветствую, Георгий. Приветствую, уважаемые зрители канала Кант. С вами снова я, Ермаков Кирилл. И сегодня я расскажу вам, что ждет наших гостей в предстоящем зимнем горнолыжном сезоне. Итак, в прошлом горнолыжном сезоне 23-24 общая протяженность трасс на курорте составляла 30 км. А в предстоящем сезоне 24-25 планируется увеличить общую протяженность горнолыжных трасс на 12 км. Итого, в общей сложности зона катания составит около 42 км. В предстоящем зимнем сезоне на территории курорта готовятся к открытию следующие новые инфраструктурные объекты. А именно, две новые кресельные канатные дороги протяженностью 2,9 км, пропускная способность которых составит 1800 человек в час каждая. Запуск новой канатной дорог позволит создать еще одну точку входа на горнолыжную инфраструктуру курорта и рассредоточить потоки гостей и разгрузить и без того небольшие очереди. А летом канатные дороги будут работать в экскурсионном режиме. В сезоне 24-25 на курорте будет реализовано 5 канатных дорог. Отдельно вниманием заслуживает новая система оснижения. В рамках реализации второго этапа развития горнолыжной инфраструктуры после завершения монтажа на курорте будет действовать 430 снежных пушек, что сделает Манжирок лидером по количеству снегогенераторов в России. Для любителей равнинных лыж будет работать беголыжная трасса вдоль Манжирокского озера протяженностью 2,7 километра. Два катка в разных локациях курорта, открытых для свободного посещения. Не оставили без внимания наших дорогих ватрушечников, и для них будет работать новый склон для сноутюбинга на 5 дорожек. И это помимо летнего тюбинга, который вот-вот откроется. А также ждет начало своей работы новый Родельбан. На этом новости новой зимней инфраструктуры закончены. Календарный план зимних мероприятий мы расскажем чуть позже. А пока в сентябре планируется открытие панорамного ресторана на горе Малая Синюха. Попасть в него гости смогут по канатной дороге Чуйский трак, которая поднимет их на высоту 1020 метров над уровнем моря. Здесь будут представлены сразу нескольких форматов питания. А именно стритфуд, основное меню и специальные сеты от шеф-повара. Ресторан рассчитан на 275 посадочных мест, включая веранду на крыше. А из больших панорамных окон открывается потрясающий вид на долину реки Катунь. Ну а сейчас, в самом разгаре летний сезон, совсем недавно мы наблюдали за звездами на астрономическом мероприятии «Звездопад Персеиды» в палаточном лагере. Слушали яркие выступления музыкальных коллективов, совсем скоро на курорте пройдет международный фестиваль «Большой Алтай». Ну и, как всегда, мы проводим наши любимые детские соревнования «Манжирокер». Различные мастер-классы по туризму, альпинизму, даунхилу. Да, и просто наслаждаемся силой и красотой гор в самом сердце Алтая. Летний сезон продлится до 29 сентября. Успевайте на золотую осень. С вами был я, Ермаков Кирилл. Георгий, передаю вам слово. Всем пока! Спасибо за рассказ, Кирилл. Теперь Байкал. Там постоянно находится курорт гора Соболинная, на котором постоянно бывает наш постоянный корреспондент Юрий Зайцев, который совсем недавно туда заглянул и обнаружил кое-что новое. Юра, рассказывай! Здравствуйте, Георгий! Здравствуйте, уважаемые зрители канала! С вами вновь дежурный по Байкалу Юрий Зайцев. На Байкале стоит прекрасная летняя погода. Мы, горнолыжники, отдыхаем, загораем, купаемся. Вода, кстати, теплая в Байкале. А вот администрация горы Соболиной, она работает. И в настоящее время проводятся активные работы по установке новейшего шестикресельного подъемника на восточном склоне горы. Уже проведены работы по расширению просеки под подъемник. Уже подготовлены площадки для установки опор подъемника. Заливается бетон. И с частной беседой с представителями застройщика, мне удалось выяснить, что к началу сезона они обещают уже работу подъемника открыть. Будем надеяться, что это будет именно так. И у нас появится новая возможность подняться на точку старта с хорошим комфортом и в хороших условиях, с большой скоростью. А также имеется перспектива установки гондольного подъемника вместо старого трехкресельного подъемника на западном склоне горы. Поэтому вот такие хорошие новости, ребята. И я приглашаю всех увлеченных горными лыжами, сноубордом приезжать к нам на Байкал в новом сезоне и проверить на себе, каково стало на горе Соболиной, какие улучшения. Вот. И насколько более приятные условия для катания. На этом пока. Пока новости заканчиваются, но они еще будут, я вас уверяю. Так что всего хорошего, приятного всем лета и до встречи на склонах зимой. С вами был Юрий Зайцев. Спасибо! Хабаровский край. На горнолыжном комплексе Хекцир полным ходом идет подготовка к зиме. Там предстоящей зимой будет открыта для катания трасса «Полковник» длиной 1200 метров. В прошлом сезоне этот склон использовался для движения техники, а сейчас его приводят в порядок. Перемычку с соседней самолеткой оставят, так что лыжники смогут переходить с одной трассы на другую. Кроме этого, планируется обеспечить освещение подъемника. В планах создания круглогодичного курорта сейчас идут переговоры с инвесторами, в том числе и из Китая. Строительство курорта «Белая гора» в Приморском Арсеньеве в самом разгаре. Сроки выдерживаются. По направлению к горе пробитых просека, залито 7 фундаментов под опоры кресельного подъемника, 5 опор уже поставлены. Обещают, что уже в этом сезоне там можно будет кататься как минимум на двух трассах. А в завершение обзора отечественных ГЛК заглянем на Соколинский горный воздух. Единственной стране горнолыжный курорт, расположенный в городской черте. В ближайшие годы здесь будут построены гостиничные комплексы со спа-пространствами различного уровня комфорта, что позволит увеличить номерной фонд вблизи горнолыжного комплекса более чем на 1000 номеров. Прямо сейчас реализуются проекты по строительству двух пятизвездочных и пятичетырехзвездочных отелей. А к 27 году планируется построить канатную дорогу гора Красная Юг и не менее 9 километров горнолыжных трасс с инженерной защитой. А к 29 году в планах еще две канатные дороги и еще 20 километров трасс на горе Острой. Один из проектов – строительство гостиничного комплекса «Четыре звезды» «Хилл Топ» реализуется инвесторами из Республики Корея. А к 2030 году протяженность трасс комплекса планируется увеличить до 85 километров, а число канатных дорог довести до 9. Ожидается, что и число посетителей вырастет до 630 тысяч человек в год. Теперь отправляемся за границу и сегодня начнем с Киргизии. Российская компания построит всесезонный горный курорт «Байтик». Проект включает 15 канатных дорог, 36 горнолыжных трасс общей протяженностью более 57 километров, 4 туристические деревни и горнолыжный комплекс, на котором можно будет проводить соревнования самого высокого уровня, включая Олимпийские игры и этапы Кубка мира. Разработкой и строительством «Байтик Маунтан Ресорт» займется компанией «Васта Дискавери». Теперь об одном из старейших курортах Кавказа – грузинском Бакуриане. Там побывала наш постоянный корреспондент, инструктор канадской горнолыжной ассоциации Полина Пономарева, который расскажет о том, что нового на этом курорте. Георгий, добрый день! Всех приветствую! Меня зовут Полина Пономарева. Я инструктор по горным лыжам, веду свой репортаж из Грузии. Я хотела вам рассказать, сегодня я посетила горнолыжный комплекс «Бакуриане». Он расположился на высоте 1700 метров над уровнем моря, то есть чуть ниже, чем Гудаури. Мне там понравилось больше, там больше лесов, деревья. Бакуриане считается старейшим горнолыжным курортом на Кавказе. Он располагается в 30 километров от поселка Боржоми, 180 километров от Тбилиси. Тбилиси – международный аэропорт, поэтому сюда легко добраться. Из Тбилиси можно взять маршрутное такси, автобус, доехать на автомобиле, заказать трансфер. Много сейчас возможностей добраться до горнолыжного курорта «Бакуриане». Сегодня в «Бакуриане» есть новые подъемники, я увидела, которые не так давно были построены. Это двухуровневые две креселки. Нижняя часть шестиместная, верхняя часть идет четырехместная. Современные поставлены до Пермайер. И вообще здесь много инфраструктурных проектов, потому что Грузия активно готовится к сезону 2024-2025. А в 2025 году здесь планируется проведение международного олимпийского фестиваля молодежного. И, конечно, для этого требуется обновить и дороги, и оборудование построить, дополнительные туристические центры, отели. И стройка идет здесь полным ходом. В частности, новый туннель, который проложили 9 километров. Самый длинный туннель, он прошел под Крестовым перевалом диаметром 15 метров. Вообще колоссальное такое строительство, развернутое. Бакуряне становится круглогодичным спортивным туристическим центром. Здесь уже начаты и активно ведутся работы по возведению инфраструктуры для велопарка. Также строится трасса для биатлона. И новая гостиница, по-моему, прям я уже видела на 300 человек. Очень красивая, современная. Вообще весь вид, что гудаури, что бакуряне, становятся все больше напоминающие европейские курорты. Очень уютные, такие альпийские пейзажи. Небольшие малоэтажные отели, симпатичные. Я занималась прыжками с трамплина на Воробьевых горах. Соответственно, меня очень порадовало. И мне очень понравилось, что спустя 40 лет на грузинском горнолыжном курорте Бакуряне строятся трамплины для прыжков на лыжах и также новые ледовые катки. Вот сейчас там возводятся. В 23-м году в Бакуряне прошел чемпионат мира физ по фристайлу и сноуборду. Знаменательное такое было событие. Говорят, было очень зрелищно, было очень много народу. В 24-м году в Бакуряне прошли этапы Кубка мира по сноуборду и скикросу. С точки зрения бюджета это тоже большое преимущество дает нам грузинская сторона, потому что настолько экономично отдохнуть сейчас в Европе не получится. Я посетила два курортных сайта. Это Гудаури в Бакуряне. Осталась очень довольна и инфраструктурой, отелем, тем, как идут подготовительные работы к новому горнолыжному сезону. Очень гостеприимные люди. Говорят на русском, английском, ну, конечно, грузинском, может быть, других языках. Но очень стараются, относятся очень приветливо, дружелюбно. Цены приятно удивляют. Кухня вкусная. Пейзажи альпийские практически. Красота необыкновенная. И зимой, и летом добро пожаловать в Грузию. Я надеюсь, что в следующем сезоне, 24-25, мы все встретимся здесь. Приезжайте в Грузию. Особенно интересно будет посетить международный юношеский олимпийский фестиваль, который здесь пройдет. Ну, и также ежегодно теперь Грузия будет принимать этапы Кубка мира по горнолыжным видам спорта. И для этого здесь созданы абсолютно все условия. Я в восторге. Я очень довольна. Спасибо большое. Всем пока. Спасибо, Полина. Теперь об Альпах. Полгода назад, в ноябре 2023, начала работать новая канатная дорога между Церматом и Фури. Я уже о ней как-то рассказывал. А этим летом на ней заработал зрелищный аттракцион Руф Топ Райт. Самый новый после ледника Дагштайн в Автрии, курорта Сноуберд в американской Юте и французского курорта Тинь. Руф Топ Райт – это поездка на крыше гондолы из Цермата Фури или обратно. С этого летнего сезона любой гость Цермата может насладиться панорамой Метерхорна с балкона, установленного на крыше кабины подъемника. Кататься в своеобразном кабариолете можно только летом, доплатив 10 швейцарских франков. Сейчас в Австрии, Италии и Швейцарии остаются открытыми для летнего катания на лыжах и сноуборде четыре ледниковых зоны – Хинтертукс, Цермат, Саосфе и Пасса Стелвилл. Однако из-за высоких температур глубина снежного покрова быстро снижается. Дневные температуры на высоте 3000 метров достигают плюс 10, а ночью плюс 2-3 градуса. На больших высотах уже идет дождь, а не снег. А в Скандинавии два ледниковых района – Фонна и Гальдхопиген – теперь открыты только для тренировок спортивных команд. А вот ледниковые курорты в Альпах начали сообщать о запланированных датах открытия на предстоящий сезон. В частности, австрийские Зюльден, Питсталь и Каунерталь планируют открыть катание в конце сентября или начале октября. То есть буквально меньше, чем через два месяца. Финские Леви и Рука тоже планируют открыть сезон в октябре. Теперь о ЧП. Внезапные наводнения и оползни привели к массовым разрушениям на австрийском горнолыжном курорте Санкт-Антон-Ам-Арльберг и в его окрестностях. Проливные дожди в сочетании с таянием снега вызвали гигантские грязевые лавины в ночь на субботу 17 августа, которые сметали автомобили, разрушали здания и инфраструктуру, затопляли жилые дома и приводили к обрушению важных подъездных путей. Оползень сильно повредил знаменитую трассу Кубка мира Кандахар, а ручьи Штайсбах и Юнгбрунтобель превратились в бужащие потоки. Колыбель горнолыжного спорта была полностью затоплена грязью, паводковыми водами и мусором. В небольшой деревне популярного горнолыжного курорта, насчитывающей всего около двух тысяч жителей, было повреждено в общей сложности 35 домов, большое число автомобилей было сметено в реке. Дорога, ведущая через перевал в Сан-Антон, также была перекрыта. А вот видео, которое хотелось бы посмотреть, я не нашел, хотя честно рыл поиском по ключевым словам. Но, увы, хотя выложено много всякого около горнолыжного, чего-то новенького, чтобы хотелось посмотреть, нет. Справедливости ради зашел на Рутюб. Опять порыл поиском и выяснилось, что или я тупой, или одно из двух. На этом ресурсе нашлось целых шесть каналов о горных лыжах. У каждого из них от трех до пяти подписчиков. Еще раз, не более пяти, не тысяч, а просто пяти. Потом попытался понять, как выбрать свежее видео. Не понял. В довершение поискал каналы горнолыжных брендов или ритейлеров. Фиг. Если не считать канала одной из крупнейших сетей спортивных супермаркетов, у которого аж целых 12 подписчиков. По всей стране. Без комментариев. Поэтому расскажу лучше о спорте. Десятилетняя российская сноубордистка Василиса Ермакова поставила новый рекорд. Она официально стала самой молодой исполнительницей трюка Кэп Трипл Корк 1440. А это три полных оборота плюс один дополнительный. Мало этого, это уже одиннадцатый мировой рекорд Василисы. Он официально подтвержден экспертами Международного агентства по регистрации рекордов и занесен в Книгу рекордов России. Первая девушка во всем СНГ совершила восхождение на пик Ленина и спустилась с вершины высотой 7134 метра на сноуборде. Поздравляем Анастасию Дымчук с этим событием. Еще о спорте. Уже в более глобальном плане. На зимней олимпиаде в феврале 2026 года будет представлен еще один вид спорта – ски-альпинизм. Я уже об этом как-то рассказывал, так что просто напоминаю. Ну и, конечно же, тренды и бренды. Сегодняшние рассказки о трендах и брендах начнут с необычной новости. Сотруднику «Атомик» предъявлено обвинение в краже 1900 пар лыж. Теперь уже бывшему сотруднику было поручено утилизировать лыжи с незначительными дефектами. Но вместо этого он вывез их и продал по 50 евро за пару. 57-летнего мужчине, а также его сообщщику, в настоящее время предъявлено обвинение в окружном суде Зальцбурга в совершении крупной коммерческой кражи. Максимальное наказание за коммерческую кражу составляет 3 года тюремного заключения. Сотрудник занимается кражами лыж с августа 2021 года. В ходе обыска в доме обвиняемого было обнаружено около 300 пар лыж. В ноябре 2023 года обвиняемый был уволен с работы в «Атомик». Бренд продает около 600 тысяч пар лыж в год, что делает эту компанию одним из крупнейших производителей лыж в мире. Специально для тех, у кого возникают сложности в процессе обувания и разувания, сделаны новые горнолыжные ботинки «Рассиньол Вижн». Они представляют собой гибрид привычных ботинок и моделей для бэк-кантри с усовершенствованным механизмом ходьба-катания. «Нордика» и «Атомик» еще несколько лет назад вернули в коллекции модели для самых ленивых с задним входом. Да и вообще многие бренды выпускают ботинки с классической конструкцией и переключателем ходьба-катания, что не только облегчает прогулку в ботинках, но их становится и легче надевать и снимать. А линейка «Вижн» включает в себя 10 моделей для мужчин и женщин от жестких ботинок малого объема до весьма комфортных моделей большого объема. «Рассиньол» утверждает, что «Вижн» решает самую большую проблему для лыжников во всем мире – дискомфорт во время обувания и разувания. Но каждому свое. Только ради этого я свои привычные ботинки менять не буду. А вот райдерам, катающимся вне трассы, адресован новый Pips Pro IPS – самый современный лавинный биппер с шириной полосы поиска до 80 метров. Хоть я и полнейший нуль в вопросах использования биппера, надевал его всего один раз во время хелески давным-давно, я не мог не обратить внимание на отличное, на мой взгляд, решение переключателя режима прием-передачи. Так что настоятельно рекомендую тем, кто катается вне трассы, обратить внимание на новый Pips Pro IPS. А следующая новость пока не относится к горным лыжам. Но не исключаю, что вскоре аналогичные решения будут использоваться и на тех ГЛК, где есть рестораны или хижины, недоступные с подъемник или на снегоходе. Есть такие в Альпах, например, в Белой долине. Прошлой весной на Эвересте прошло испытание грузовых дронов, которые перевозили снаряжение и отходы между базовым лагерем и лагерем-1. Эксперимент был признан удачным, и в следующем году дроны реально должны использовать для перевозки грузов в полной мере. Речь идет о модели Flycar 30, производства компании DaJunk Innovation DJI. Считается, что использование дронов будет экономичнее, чем вертолетов, и безопаснее, чем традиционных носильщиков. При этом опыт использования грузовых дронов хотят распространить не только на Эверест, но и на другие горы. Думаю, на сегодня достаточно. Тем, кто впервые зашел на канал Канта, сообщу, что там масса других интересных видео. Особенно порекомендую посмотреть видео из цикла Outdoor в деталях. И не потому, что я и там ведущий, а потому, что реально интересные разговоры у нас получаются. Недавно разговор был о современном альпинизме со Снежным Барсом и автором очень крутых фильмов о горах Виталием Лозо. Ссылочка на это видео, кстати, есть в описании. И напоследок сообщу специальную секретную новость для наших самых терпеливых подписчиков, досмотревших до этого места. Только что в магазинах Кант стартовал финал летней распродажи. Скидки достигают 50% на новинки этого лета и до 80% на коллекции прошлых лет. Так что быстренько все бросили и помчались в ближайший Кант. Если нет ближайшего, значит в интернет-магазин. А пока все. Увидимся. Услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok